Меня зовут Наталья Титова, я SMM-менеджер интернет-портала Newsmaker.md. В течение месяца мы уже раз в неделю встречаемся с Дмитрием и, соответственно, с вашей школой. Мы перезагрузили какие-то свои рабочие процессы, мы увидели второй взгляд, свежий взгляд на то, что мы делаем, это очень важно. Конкретно, что мы успели внедрить, это какие-то элементы публикации в Фейсбуке. Мы смогли использовать инструменты аналитики, о которых говорил Дмитрий на своих занятиях, и смогли сделать первые выводы. Конечно, до итоговых выводов далеко, потому что до этого нужно больше времени, но, в принципе, направление понятно, видно и есть к чему стремиться, как говорится. Меня зовут Евгений, я работаю в Newsmaker, креативным редактором, и занимаюсь, собственно, креативными штуками в плане подачи информации, в том числе, отчасти связанные с продвижением их в соцсетях. Наша редакция интересовала то, каким образом можно повысить эффективность нашей работы в соцсетях, выработать какую-то, скажем, общую стилистику подачи информации, каким образом для новостного медиа можно сделать какие-то новые способы подачи информации в соцсетях, которые были бы эффективными, привлекали бы к нам аудиторию и так далее. То есть, в принципе, по всем этим направлениям мы получили какой-то дополнительный навык информации. Было полезно получить определенный взгляд с другой стороны, чем это видим мы, чем мы привыкли, как работники медиа. Мы видим как бы с одной стороны, и всегда полезно получить какой-то взгляд, перспективу с другой стороны на то, что мы делаем. Меня зовут Васильева Галина, я работаю главным редактором издания Newsmaker. Мы сотрудничаем в течение месяца. По результатам тренинга мы решили, что нам несколько стоит изменить стратегию в отношении определенных платформ, сделать их более персонализированными и провести анализ того, какие группы, какие площадки нам дают больше трафика. Как человек очень обаятельный, как спикер очень убедительный, умеющий подать себя, подать свой продукт и умеющий убедить, аргументированно высказать свою позицию. Плюс, очевидно, у него очень большая база знаний, очень большое понимание того, что он делает, чем он занимается. И это видно. Он оперирует многими данными, он оперирует аналитикой. И что очень важно, у него очень большая база примеров кейсов рабочих из разных атмосферей, потому что мы все-таки у нас одна специфика, мы идем по своей колее. А Дмитрий, за счет того, что у него очень много бизнесов, очень много примеров из разных сфер, он готов помочь найти решения не одно и не два, а сразу несколько. И это очень здорово, в том числе и Демиде. Я после какого-то занятия спросила у Дмитрия, сколько стоит обучение в его школе, при том, что, в принципе, многие вещи я умею и работаю довольно давно. Спрос на СММщиков очень большой, спрос на СММщиков-маркетологов еще больше, потому что все хотят универсальных специалистов, которые умеют думать, умеют анализировать и понимают, что откуда берется, где что смотреть и как эти данные дальше использовать. И Дмитрий это дает, он этому учит. Возможно, он не успеет научить всему, потому что все-таки нужна практика, нужен опыт, нужны инструменты, нужна какая-то наработанная база. Но понимание точки, пункты определенные, он, безусловно, дает, и я порекомендовала бы, конечно. Понравилась подача информации в свободной такой, живой форме. То есть это было не скучно, интересно, креативно, весело. В общем, много смеялись, много обсуждали. Живое общение – это всегда приятно, хорошо. Для компаний, которые заинтересованы в том, чтобы как-то разнообразить, получить какую-то дополнительную информацию о том, как работать в соцсетях, продвигать, это полезный опыт, полезный навык, потому что, собственно, это новая сфера, в которой изначальных знаний ни у кого нет. Здесь постоянно происходит что-то новое, и всегда нужно расширять свои горизонты и возможности. Нам понравилось сотрудничество с Дмитрием, потому что он как бы все очень просто и попытался вникнуть в суть нашего издания, понять, что такое представляет Ньюсмейкер. И в целом было интересно мнение со стороны человека, который больше погружен в маркетинг и меньше погружен в какой-то новостной контент, но при этом это думающая аудитория. Он, как мне кажется, входит в нашу аудиторию, с которой мы должны были бы работать, но каким-то другим образом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова